Вот скажите, как нормальный человек, выросший в этой стране, родившийся, выросший, прошедший в ней столько всего, может говорить, как вы сказали, верить в загнивание? Как можно верить в загнивание? Это вообще, ну, либо какие-то пессимисты, депрессанты, пессимисты, люди в депрессии, люди, не верящие в себя в первую очередь, потому что человек, который не верит в свою страну, это человек, который не верит в себя. И если мы будем верить в себя, в нашей стране все будет классно. Опять же, давайте посмотрим на Олимпиаду. Честно, я была в таком восторге, мне казалось, что мы, ну, конечно, неплохо выступим, но я не ожидала, что будет столько побед. И даже в параиграх, да, то есть как бы, когда инвалиды, боже, это у меня слезы, вообще я плакала сидела, когда смотрела эти победы. Понимаете, что все побеждает только дух, не материя, а дух. Поэтому мне хочется, чтобы было как можно больше программ, именно поднимающих дух России, дух русского человека, дух россиянина, не только русского, человека, живущего на территории России. Мне очень жалко, что эти все наши самые классные каналы, культура, там, какие-то политические, спортивные, они, у них рейтинги, мне кажется, самые низкие. Все же надо начинать с масс-медиа, все надо начинать со средств массовой информации. Не знаю, допустили бы меня в правительстве, я всех там разогнала бы, именно те, кто занимается информационным полем. Потому что это катастрофа, это безобразие. Классно, что появилось очень много новых, ну, дециметровых каналов, интернета, то есть, естественно, там тоже надо кое-что почистить. Но все начинается с информации. А информация, она формирует сознание, она формирует общество. Молодежь, это такой пласт людей, у которых есть все, кроме, ну, стержня и своего четкого мнения. Они, к сожалению, пока еще маленькие, люди ведомые и подвержены неправильным влиянием. Поэтому задача взрослых, то есть не давить на них, но очень правильно, грамотно двигать. Вот в этом, я считаю, что в нашей стране пока большой вопрос. Даже вспоминая то, как я росла, у нас был перегиб немножко в другую сторону. Но единение, дух, именно гордость, которую формировал за свою страну, он был величайший. Поэтому поколение наших, 40-летних и даже 35-40-45, я считаю, что это реально... И старше так вообще не обсуждается, это вообще, я не знаю, боги. Поколение очень сильное. Сейчас немножко прошел такой провиз. Вот хотелось бы поработать в этой области. Вот, это сделал. Вот. Ну, пока. Продолжение следует...